Ты любишь YouTube? У тебя уже есть канал, а на нем целых 5, 25, 50 или 100 подписчиков? Но самое главное, ты всерьез намерен стать топовым блогером. Тогда ты просто обязан знать, чего ни в коем случае не следует делать на пути к золотой кнопке. Поехали! Не снимай влоги. Ну или попробуй вспомнить, чьи влоги ты видел на YouTube, какие тебе понравились и сколько там было подписчиков. Как правило, к такому формату приходят блогеры, которые уже заявили о себе на видеоплатформе, нарастили лояльную аудиторию и получили сотни комментариев по типу «Мне нравится, как ты обедаешь, жду твой следующий влог». Катя Клэп, например, начинала снимать влоги, когда ее количество подписчиков приближалось к миллиону, а не к двум тысячам. Поэтому отложи влоги на потом и лучше сконцентрируйся на новых идеях. Не пропадай и не надоедай. Не нужно делать видео на каждый день недели, если ты идешь по пути успешного видеоблогинга. Приучай свою аудиторию к какому-то графику. Выпускай видео два, максимум три раза в неделю. Тебя не должно быть слишком много. Не ной. Скорее всего, твои первые видео не попадут в тренды YouTube и их количество просмотров не перевалит даже за тысячу. Но поверь, ничего страшного в этом нет. Создай для себя правило пяти. Протестируй выбранный тобой формат пять раз, ведь за такое количество попыток видео либо привлечет внимание аудитории, либо нет. Если результат отрицательный, пробуй что-то новое. Другой вариант. Продолжай делать то, что ты делаешь, если это то самое. Главное, совершенствуйся. Тренируй свою дикцию. Найди свою позицию, эмоцию, жесты. Не делай длинное интро. Твоя заставка должна быть такой же короткой, как этот пункт. Делай ее максимум на 3-4 секунды. Или задумайся, а нужна ли она вообще. Не хейть хейтеров. Этот пункт особенно важен для начинающих блогеров. Не относись к критике слишком серьезно, но продолжай к ней прислушиваться. Возможно, иногда она не по делу и не к месту, но не спеши удалять комментарии и тем более не вступай в перепалку с авторами хейта. Увидев негатив, остановись и подумай, а действительно ли это тупой хейт, или возможно тебе действительно нужно поработать над своим голосом, высотой камеры, жестикуляцией и так далее. Не снимай без идеи. Для того, чтобы точно убедить тебя этого не делать, повторю еще раз. Если нет идеи для видео, не снимай видео. Не жди славы. Забудь про славу и узнаваемость. Настоящий успех и слава приходят к тем, кто постоянно работает над собой. Докажи, что ты действительно заслуживаешь быть блогером и на тебя стоит обратить внимание. Сконцентрируйся на качественном контенте, а все остальное придет как результат твоей работы. Вот мы и прошли с тобой путь промахов и неудач. Но за тобой всегда остается право учитывать мои замечания или нет. Главное, наслаждайся каждым своим просмотром, знакомься с каждым своим новым зрителем и не забывай отмечать все свои успехи в описаниях. И помни, в твоем рюкзаке бюджетная видеокамера, микрофон с наушниками и голова полной идей. В конце концов, это все, что тебе нужно. Ну а если есть вопросы, задай их в комментариях. Или оставь заявку на консультацию на нашем сайте, ссылку на который ты сейчас видишь на экране. Да, и самое главное, не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Удачи тебе и успехов во всех начинаниях!